Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1524. События дня. 1 Тимопея 3.16. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. За 13 февраля 2020 года. Мы даем обращение о помощи нашему брату Игорю приобрести комбайн. Все у него старенькое такое. Хоть сколько кто-то может поможет. Четыре ролика, показать их семью, что тут обмана никакого нет. У Игоря все по совести, по-честному. А тут вопросами занимались наши, которые в Содружести, в Счате в этом называют. Вот сейчас маленько посмотрите, что тут было из газет напечатанное на наших ресурсах. Хорошая паля, паля хорошая. Игорь. Хорошая паля. Да, obscureее. А все посмотрите, как это войска прочитал. energy. Продолжение следует... Под моим именем делает так, будто фотографии, будто это я пишу, а я там знать не знаю, даже ВКонтакте. Ну, всякие небылицы и даже пакости, и будто это я всё говорю. И люди отвечают, как будто мне даже не видят, что это не я. Ну, и вот решил с ними разобраться, Вячеслав. Продолжение следует... У меня сидит вот, правильно, так, после завтрака, туалет у неё такой. Прямо рядышком сидит. Чистюля... Как виходка обрезалась, чистенькая, мокрая, и ей обтёрлась. Продолжение следует... Продолжение следует... Это переписка между собой пишет, что как... Как в газетах везде пишут, что... Редакция не разделяет мыслей там каких, что-то... Ну, печатать-печатают, так. Вот потерялся фотокорреспондент Балабуев. Александр Павлович, я поднял его статью, кавычки. А в смысле отношения к жизни, месту человека на земле, это Игнатий Лапкин. В конце 80-х годов он пришёл в молодёжку, молодёжь Алтая газета. В первый раз в валенках с калошами. В армике своём, непонятно из чего, сшитом и подвязанном. Его только выпустили из тюрьмы, где он сидел за веру. Он начинает рассказывать о своей деревне, которой нет давным-давно, и говорит. Да мы её построим. Ты ему не веришь сначала вообще никак, но через полчаса заражаешься. Едешь с ним в деревню, которой нет, и живёшь там в палатках. А там только комары летают, развернув пчелу. Даже попить негде одно болото. Теперь пишет наш Курочкин Евтихий. Для меня общение с Игнатием и его сподвижниками – это заряд энергии в деле проповеди веры. И сразу вижу я недосчёты в своей пастырской деятельности, о чём они говорят мне прямо без обедников. Епископ Евтихий Курочкин. А сейчас это его деревня, Потеряевка, есть, Волобуй пишет. По неволе такие люди заставляют думать о хорошем. Это большое счастье – повстречать такого человека. От него энергия идёт подпитывающая, он заряжает. Есть люди, которые отнимают энергию, а он заряжает тебя энергией. Центральная губернская газета «Алтайская правда», краевая. 1 ноября 2013 года, где написаны ссылки. Ксения Деннон, директор Кэстонского института в Лондоне. И вот она приехала в Потеряевку. Останкинская башня дала сопровождающего. И вот она тут всё пишет. «Хорошо», пишет. Продолжение следует... Продолжение следует... Игумен написал обо мне... Игнатий совершенно выпадает из всех определений, не вписывается ни в какие рамки и не соответствует никаким ограничениям. Писал Игумен Кирилл Сахаров после поездки с учащимся в воскресную школу на Алтае в 1999 году. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...